Итак, дорогие друзья, так как гость уже находится в студии, поэтому сегодня будем коротки. К сожалению, ваши новости мы прочитали, но пока не озвучим их. Мы это сделаем чуть-чуть попозже. Да, вообще все новости дождем с мыла. Какие могут быть новости? Вышел, открыл зонт, прыгнул куда-то быстрее. Ну ладно тебе, ладно. Маша, давай начнем с тебя и закроемся. А я уже все сказала. Как все твои новости? Да. Да ладно. Я ехала и думала, господи, хоть бы был зонт у меня в машине. Ну, а зонтика не было? Господи услышал мою маленькую. А куда ты делал его? Я все сказала, он был там внутри, все, отлично. Отлично. Ну, а у меня тогда совсем другая новость, она будет тоже очень короткая. Вы знаете, вчера, как известно, у меня было 1 сентября. Ну, первое свидание. Я пошел к студентам. Да, первое свидание. Но перед этим я посрещался с Марией Маченин на эфире, которая мне рассказала о новой лекции, посвященной творчеству ведущих. Нет, формированию образа в прямом эфире. Не кричи на меня. Это мой просто мастер-класс. Ну, и вообще, короче, я не совправал и вчера прочитал лекцию на эту тему. Вот. Прекрасно. Никакого среди. Дети плакали на взрыв и говорили, господи, какой вы умный, Вадим Юрьевич. Я вчера тоже тебя на лекции приводила в пример. Ну, в отместку за то, что тебе говорили, дети, какой ты умный. Я привела тебе тоже так в пример, а вот как не надо делать. Какая ты сап... Да, да. Ну, продолжим, пожалуй. Итак, наша Небатинова и Тихомирова. Ни имени Небатинова и Тихомирова. Дорогие друзья, открывается наше научное свидание в студии. Как всегда, вы знаете, доктор философских наук Мария Баченина. Ну, а сегодня... В прошлом, в будущем, может быть. Ну, а сегодня мы поговорим об очень серьезной теме. И по этому поводу пригласили главным докладчиком, руководителя компании экспертного консультирования, консультирования, простите, НИАКОН, экономиста Михаила Хазина. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Надеюсь, что вы знаете и в курсе, что в нашей стране, в Санкт-Петербурге, сегодня встретились 20 лучших стран мира. Да что вы говорите. Да. И они решили... Что они делают там? Вот я хотел спросить у вас, Михаил, что они там делают? Культурная столица, друзья мои. Я не знаю. Я просто не знаю, о чем вы там разговариваете. Да? Да. Договориться они не могут. Вот меня тоже удивляет, потому что я думаю, во-первых, страны все с разным рейтингом, скажем так, экономического... Вы с ним с рейтингом. Вы посмотрите, что происходит. Да, значит, Соединенные Штаты Америки, говорит, эти гады, значит... Да, травят народ свой. Травят народ, да. А Владимир Владимирович Путин говорит, они врут. Понимаете, это... Ну, то есть... Я понимаю, что политики иногда врут. Примерно в девяти случаях из десяти. Мне кажется, американские политики больше врут. Но об этом не принято... Потому что в девяти с половиной из десяти. Вот, вот, да. Сейчас хорошо сказали. Но... Ну, не принято об этом вот так вот. Вот так вот. Ну, а что делать? Понимаете, в чем дело? Не знаю. Сами удивляйтесь. И что вы думаете? Это просто будет опять встреча, опять катание на лодках по реке Нева? Нет, они уже ничего не могут. Будут договориться. Так. Вот. Что они там делают, я не знаю. Весь город Ленинград стонет. Ну, это другая история. Нет, это не просто так. Предполагалось вначале, что они будут жить в Константиновском дворце все. И по Ленинграду они ходить не будут. Но тут, значит, двое из них, а именно Обама и император Си, решили, значит, что они будут жить прямо в городе. А то есть они хотели вдохнуть воздух, да? Я не знаю, что они хотели, но город, соответственно, встанет. Ну, Михаил, с другой стороны... Меня туда звали, кстати, но я не поехал и сказал, что это невозможно. Михаил, но с другой стороны, вы знаете, я думаю следующим образом. Санкт-Петербург хотел быть в свое время столицей, стала столицей, да, наша империя. Ну, теперь пусть они подумают, как тяжело быть столицей. Не, он сначала стал столицей, а потом подумал. Да, ну, теперь пусть они подумают в следующий раз. Михаил, ну мы пригласили вас немножко по другому поводу. Да что вы! Да. Дело в том, что в последнее время, а мы об этом постоянно звоним в наш колокол, россияне стали все больше... Декабристы, не будите герцена. Вот я думаю, кого мы разбудим. Вы знаете, все спят крепким сном. Дело в том, что в последнее время россияне все больше и больше берут кредит. И они все больше и больше залезают в кредитную яму. И сколько бы мы ни говорили, мы приглашали и коллекторские службы, и банковских работников. И все говорят в одно и то же, товарищи, остановитесь. Вот я не беру. Вот я только хотела спросить, у вас нет кредита? Нет, я сумасшедший. А я не считаю это сумасшествием? Нет, я не могу. У меня жена работает в банке, и она от одной мысли, что на ней висит долг, ее начинает трясти, она начинает ронять посуду и прочие разные вещи. Иногда вам надо делать. Это субъективное какое-то, наверное, все-таки отношение. У меня тоже есть такие друзья, а я вот спокойно живу. Нет, нет. Ну, как бы, понимаете, нас чему учили, да, вот последние 25? Что самое главное в жизни – это свобода. Какая же может быть свобода, когда у тебя за спиной стоит коллектор? А скажите мне, а почему тогда люди так не хотят свободы? Они постоянно говорят, дайте нам свободу, дайте нам свободу, а сами потихонечку медленно погружаются. А потому что их туда загоняют. Кто? Вы же понимаете, ну как кто, государство наше? Да ладно. Вы же понимаете, ну конечно, государство… Пинками прям, извините, что-то перебиваю. Разумеется, государство наше, оно не дает возможности людям заработать на приличную жизнь, а вместо этого говорит, вот смотрите, каждый приличный человек должен себе купить автомобиль, но поскольку у вас зарплата маленькая, то возьмите кредит. Михаил, потому что без автомобиля человек жить не может. Вот я считаю, что это вредительство со стороны нашего. Ну, только со стороны нашего государства только капиталистическое… Тогда, подожди, Михаил, тогда, извините меня, тогда и американское государство тоже виноваты перед американцами. Нет, американское государство решало вполне конкретную задачу, когда оно людей загоняло в долговое рабство. Им нужно было… Оно просто в 70-е годы испугалось до безумия, что проиграл СССР в холодную войну. Ну, скорее всего, да. Ну, понимаете, это же не акт, это процесс. Ну да, я понимаю, да. В тот момент баланс очень сильно сместился в нашу пользу. И они испугались ужасно. А сейчас выясните, что я просто… Мне просто интересно подробности. А почему баланс сместился? Из-за чего? Из-за того, что страны соцсодружества или африканские демократические режимы… Говорить об экономических механизмах – это вещь сложная. Выглядело это так. В США все 70-е годы был спад экономический, а у нас еще был рост. Ну, и, понимаете, если бы это было 2-3 года, а это было 10 лет. Ну, и, соответственно, они поняли, что надо что-то придумать. Для этого надо запустить, условно говоря, новую технологическую волну, на которую не было денег ни у нас, ни у них. Но они придумали, как ее сделать. Они стали давать людям деньги в кредит, чтобы увеличить их спрос. И под этот спрос они запустили новую технологическую волну, которая сейчас называется информационная революция. Реально. Вот они эту штуку запустили. Молодцы. Вот смотрите. А, и на этом они разрушили СССР. Угу. В конце 80-х, на начале 90-х. А сегодня у них проблема, потому что спрос-то вырос. Да. А долгов больше делать нельзя. А еще, получается, спрос должен упасть. И снова будет… Если он упадет, то чего ж тогда там будет, а упадет… Слово СССР выиграет. Ура! А он упадет, он не на 5%, а упадет он на 50%. И вот это проблема, с которой непонятно, что делать. Но у них сейчас в Европе и в США расходы граждан больше, чем их реально располагаемые доходы, примерно на 25%. Поскольку при падении расходов падают и доходы, то точка равновесия лежит где-то на уровне минус 50% по расходам. По доходам, конечно, меньше. То есть, если смотреть, грубо говоря, люди будут жить через там лет 10 в Европе и в США, у них будет жизнь примерно такая. Они будут жить по реальным доходам, которые будут примерно на треть ниже, чем сегодня. Михаил. А по расходам они будут жить в два раза хуже, чем сегодня. То есть я правильно вас понимаю, что в ближайшее время на Европу… А за их у вас? Если, например, автомобильная промышленность. Да не нас, за их у вас. Всех. Всех. А чем мы хуже, скажи мне? Нет, у нас чуть-чуть будет получше, грубо говоря. Там, где они упадут на 50%, мы там упадем на 30-35%. Михаил, ну вот смотрите, сейчас возникает другой вопрос. Вот вы говорите, американское правительство молодцы, что заставили людей брать кредиты и… Они решали задачу. Да, они задачу. А почему считаете, что наше правительство не решает задачу? А какую задачу решает нашу? Ну откуда вы знаете? Вы же не премьер-министр, правильно? Поэтому вы не можете знать всех тайн, скажем так, экономического роста нашей страны. А вообще говоря, как-то нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики, вооруженные правильной теорией. Ну это да. Если у вас, у кого-то есть какая-то идея, под которую он работает, то по тому, что он делает, теоретически эту идею можно восстановить. Кроме того, я этих персонажей, прошу прощения, в лицо знаю, и как бы с ними большинством из них работал. Я могу сказать, чтобы сказать, что у них есть какая-то идея, над которой они думают. Хорошо, Михаил. Вот где-нибудь там 100 миллионов украсть. Вот это они понимают. Это мы знаем. Михаил, а почему тогда вы, например, не в правительстве? Кто вам мешает? Знаете, это вопрос как бы не ко мне. Я понимаю, да. Но с другой стороны… За что меня уволили в 98-м году, я могу сказать. А, за что? Я ровно за то, что, соответственно, теперь требует Путин у правительства. А я, когда работал в администрации и был формально заместителем, а реальным начальником экономического управления президента Российской Федерации, меня когда туда брали на работу, задача, которую мне поставили, была следующая. Сделать так, чтобы президент знал, что реально делает правительство. А это самое главное. И президент не только знал, что делает правительство, но иногда ему немножко указывал. Тут вот вы неправильно. Михаил, то есть вы такой стукачок. По правительству… Нет, это немножко разные вещи. Ну, я в образе выражаюсь. Нет, это принципиальная разница. Стукачки сидели внутри правительства и писали в доносы. А я работал открыто. То есть вы собирались… Ну, это называется контрольные органы. Они есть в любой стране. Причем не в единственном количестве. В СССР их было там штук пять независимых. Вот. И более того, они все знали, что я делал. Поэтому, собственно, о чем тут может идти речь. Я им звонил и говорил, ребят, вы тут прислали мне отчет, мне, президенту. Я сейчас должен ему писать сопроводительную записку. Но этот отчет не соответствует тому поручению, которое дал президент. А вы не боялись? Вы себе отдаете в этом отчет. Вот. А, и, значит, после того, как в конце весны, начало лета 98-го года экономическое управление по требованию нового правительства было уничтожено… Реформировано, скажем. Вот. То после этого между администрацией и правительством установилась такая замечательная картина. Первое. Администрация точно в срок отвечает на все письма. То есть, правительство отвечает на все поручения точно в срок, а администрация эти ответы не читает. И так продолжалось довольно долго, ну вот с 98-го по 2013-й год. 15 лет. А потом неожиданно, вот ровно 15 лет, да, вот без месяца. А потом неожиданно, значит, в конце апреля, да. А сроки... ...правительство, то есть, за все остальное. И вдруг неожиданно ему, значит, президент говорит, а почему вы не выполняете мои поручения? Как же так? Это же написано в стенограмме. Как же так, Владимир Владимирович? Вы же как бы, как вы поручения, мы точно в срок ответ. Нет, говорит Путин, а по существу. И тут Сурков удивился даже, какую по существу. 15 лет было принято, что это существо никому не интересно, а тут вдруг на тебе. И поскольку он-то понимает, что такое по существу, он поэтому и сбежал сразу же. Хорошо, Михаил, скажите, а вас-то за что уволили? И кто вас уволил тогда? И Маш. Понятно. Который был тогда главой администрации. Нет, а что за что? Я же сказал, он уволил потому, что правительству не нравилось, что президент знает, чем оно занимается. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, и все-таки, я понимаю, что критиковать гораздо проще. Ну вот что нам делать, например, вот Маше, мне, вам, да? Мы, например, знаем и думаем, и хотим, чтобы наша страна, как и многие россияне, хотим, чтобы было лучше в этой стране жить. Но мы только критикуем, да? Ну, мы ничего не можем сделать. Это невозможно. Надо как-то. Как в старом антисоветском анекдоте. Тут прокладкой не поможет, система сгнила. Да ладно. И советская система сгнила, и капиталистическая система сгнила. Да, о которой мы говорим, и советское государство. Вот очень часто, да, сейчас вспоминают и говорят, это была прекрасная система, она была работоспособна, и могли еще 200-300 лет, как говорится, запускать ракеты в космос. А скажите, на самом деле, вот эта система, да, ну, социалистическая система, скажем так, она вообще дееспособна? И вообще, было у нас перспективы и будущие? Нет, а почему нет? Оно было такое же, как и на Западе. Ну, потому что экономическая база, модель экономического развития была одна и та же. СССР осадковал в мире как государство-корпорация, а, соответственно, и поэтому там было плановое хозяйство. В этом смысле, внутренняя система управления ничем не отличалась там от какого-нибудь General Motors. Ну, собственно, General Motors и японские корпорации, особенно у нас, в эту систему, газплана своровали. Ну, конечно. Вот, а, соответственно, что касается, внутри, вот внутри, да, внутри был социализм. То есть все граждане по рождению были акционерами, дальше была сложная система СССР. Да. И была сложная система, как как бы увеличился пакет в зависимости от заслуг. Ошибок было несколько. Первая ошибка была в 50-е годы сделана и связана с именем Хрущева. Это мысль о том, что не по заслугам, а по вот праву рождения, а по факту существования, значит. Первая. А второе, это 64-й год, когда, значит, в ЦК КПСС было принято решение, что теперь, поскольку один раз уже там сняли генсека, а больше нам такого не надо, было принято решение, что людей, у которых есть самостоятельные мнения и самостоятельные позиции, по мере возможности по карьерной лестнице не продвигать. Да вы что? Ну и в результате за поколение, как раз за 25 лет, вся система и как бы умерла намертво. А, ну, собственно, мы сегодня видим абсолютно то же самое. Я прекрасно видел, как в 90-е годы на госслужбе людей, которые не хотели воровать и пытались этому помешать железной рукой с госслужбы, изгоняли так вот. Михаил, а что в этом плохого? Что? Люди, которые не хотят воровать во время... А я могу вам объяснить, в чем дело. Вы знаете, в чем дело? Это не русский человек. Любой человек, который достигает определенного предела, когда ему есть возможность что-то взять, которое плохо лежит, он это возьмет. Ничего подобного. Ничего подобного. Значит, система была... Вообще говоря, психологически все устроено так. Это, собственно, люди так устроены. Где-то примерно процентов 15 не воруют ни при каких условиях, хоть ты их режешь. Пациентов 15 будут воровать при любых условиях, хоть ты им руки, руки, еще чего-то. А остальные 70, они как все. Вот если дана команда всем воровать, то эти 70 будут воровать. А если наоборот, если вы двигаете людей честных, то у вас постепенно вся система становится более честной. Да, конечно, там есть вот эти вот 12 процентов, но на самом деле, если у вас правильная система отбора, они вылетают постепенно. И у нас в результате создалась система, в которой сегодня вообще, в принципе, невозможен никакой конструктив. Хотя теоретически он вполне возможен. Вот самая главная теория, которую мы потом притворим в практику. Дорогие друзья, мы сейчас с конечкой прервемся, у нас новости на Радио Маяк. И напомню, телефон прямого эфира 728-7171, код ГОРМОСКЛИЧ-495. Ваши смс-ки приходят на номер 5533. Все сообщения, сейчас слово Маяк. Есть форум radiomayak.ru. Михаил, и перед тем, как мы послушаем новости на Радио Маяк, скажи себе, а вот пьеса «Горе от ума» это не про вас, нет? Нет. Потому что нас с древнейственных времен учили о том, что если ты умный, горе тебе. Ты ничего подобного. Да, но я об этом и тоже поговорю сразу после того, как послушаем новости. Дорогие друзья, продолжается наше новое свидание. В студии, как всегда, доктор гимнастических наук Мария Бачинина. Тоже ближе к телу. Да, и мы обсуждаем сегодня экономические темы. Экономические темы ваши, уважаемые россияне, и наши, уважаемые ведущие. А главным докладчиком выступает российский экономист, руководитель компании экспертного консультирования. Простите, вот консультирование, мне слово сегодня не удается. Подоверил бы мне, консультирование не окон. Медвежим Леонидович Хайзев. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Михаил, но продолжим нашу беседу. Все-таки я хочу вернуться сейчас опять к кредитам, которые, как это ни парадоксально, загоняют россиян в ужасное болото, из которого потом трудно тащить бегемота. Но самое главное не в этом. Ведь дело в том, что потом в это болото может свалиться и все государство. Ну подождите, ну кто загоняет, Вадя? Вот я, например, не совсем понимаю, я все хочу спросить. А кто загоняет? Ну не хочешь, не бери. Ну вот ваша жена же не хочет и не берет. Ну это не в чем дело. Почему? Мы все считаем, что это рычаг государства и прочее. Я думаю, что вообще говоря, ну мы, конечно, не богатые люди, но все-таки у нас жизненный уровень существенно выше среднего. Вы о своей семье или о москвичах? Я о своей семье. И люди, которые, ну вот смотрите, да, человеку там, ну хорошо, там 18, 23, 27, 28. И он неожиданно понимает, что на свою зарплату он не может не то, что там квартиру купить, вообще практически ничего не может. Ну, колбасу. И это вызывает очень сильное, в которую кошки не едят. Ну да. Вот. А и это, соответственно, вызывает у человека состояние очень тяжелое, депрессивное. А, собственно, откуда на Западе там такое количество в настоящий момент наркоманов, алкоголиков? А почему там так вот эти все эти психоаналитики распространены? Угу. Ровно поэтому. А, и тут им говорят, что смотри, ну ты же можешь все, вот смотри, вот это, вот это, вот это, вот это, а то, что при этом, как бы, а то, что придется потом оплатить, ну в полном соответствии с Галичем, так это ж пойми, потом. Ну да. А так, смотрите, вот как бы ты так не можешь завести себе семью, потому что тебе жить негде, а так вот смотри, вот раз, взял эту импотеку, а дальше там через три года выясняется, что платить невозможно. И это, а банкам наплевать, да, они все, вот у них самое главное, это чтобы был подписан договор. Угу. Им даже крови не надо подписывать, их вполне чернило устроит. А, и это проблема, которая, грубо говоря, у всего прогрессивного человечества, потому что власть, ну вот, условно говоря, элита, там, государство, любое наше, английское, французское, немецкое, американское, не может признаться народу, сказать, что, ребята, честно, вы на ту жизнь, на которой вы живете, не зарабатываете. Потому что как только оно это скажет, его сметут. Ну, вот я склонен считать, что поскольку уже больше поддерживать этот уровень невозможно, то и сметут там в течение нескольких лет. Ну, не хочу сказать, что завтра, может быть, даже не послезавтра, но, в общем, уже я не думаю, что эта система проживет 10 лет. Михаил, вот смотрите, вот вы говорите, да, государство, элиты, а с другой стороны, мы ведь все тоже ждем страшного суда. Ты можешь грешить здесь, на этой грешной земле, совершать противоправные поступки, и потом только там, перед Божьим судом, будет тебе. А ведь, в чем дело? Существует несколько разных подходов. Например, в исламе жизнь наша до неба, она недорого стоит. Поэтому, если вы начинаете слишком активно говорить, какое будет счастье там, 10 тысяч девственниц, да, и все остальное, то он решит, что раз его обижают здесь, надо взять бомбу и взорвать. Так что вы осторожнее с этими мыслями, идеями. Это уже напоминает пособничество терроризму. И, кроме того, опять-таки, нужно понимать, что заповеди, которые, они же придуманы для жизни здесь, а не там. Естественно. Вот, и поэтому те люди, которые не дают возможности жить другим, они должны поднести наказание. То есть, тут есть масса. Это такая тема тонкая и деликатная. Вот отец Севел Чаплин, он может на эту тему поговорить. Я не специально. Хорошо, давайте вернемся к кредитам. Михаил, вот смотрите, я понимаю, насколько сейчас приходится правительствам всех стран идти вот по этой тонкой красной линии. Нет, это не тонкая линия, они уже не могут удержаться, они падают. Ну, просто они какое-то время это падение замедляют. Маскируются. Я подумала, что спасутся те, у кого нет кредитов. В некотором смысле, нет, конечно, плохо будет всем, но тем, у кого нет кредитов, будет сильно полегче. Ну, тогда как вы относитесь к таким заголовкам, что Центробанк избавит нас от долговой ямы? Ну, это демагогия. Ну, как он тебя избавит, скажи, пожалуйста. Какой смысл? Нет, подождите, подождите. Он просто нет, 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 он просто... Я тоже так вам скажу. Вы мне скажете, это демагогия, а я скажу, нет? Нет, Маш, тогда объясни, что ты имел в виду по Центробанку? Я исключительно имела в виду заголовок. Ты спросила отношение к этому заголовку? Знаете, я когда был молодой, учился в школе, там, в старших классах, у нас было такое любимое развлечение. Нужно было взять любую газету и читать заголовки, имея в виду, что это надпись под фотографией, на которой, значит, люди занимаются сексом на Красной площади. Очень смешно. Ну, в общем, да, забавно получается. Вот к этому так и нужно относиться. Михаил, хорошо, можно несколько экономических вопросов, так как, все-таки, вы знаете, редко такая большая птица долетает до нашей студии. Вы знаете, меня интересуют несколько экономических вопросов, связанных... Редкая птица долетит до середины Припяти. Да, да, да. Вот сейчас американцы, как вы знаете, устанавливают, скажем так, свои порядки на Ближнем Востоке. Как, в принципе, и... Они пытаются. Они пытаются. Но мне кажется, что основная методика, основной удар, это нефтяносные районы, да? Да нет, нет. Вот, понимаете, там все сложнее. Они... Там, до 11-го года была единая мировая элита, которая... А кто же ее... Там, она могла немножко варьировать тактически свои методы, но цели, в общем, были понятны. А после 11-го года, после дела Строскана, стало понятно, что ресурсов на то, чтобы держать всю эту элиту, больше не хватает. Собственно, вот дело Строскана как раз было следственное обстоятельство. Был вопрос, да, либо мы сохраняем мировую финансовую систему, лишив Соединенные Штаты Америки права опечатать доллар. Это вот была идея Центробанков на базе МВФ. Либо мы оставляем за Соединенные Штаты Америки право опечатать столько, сколько они захотят, но тогда все остальные мировые финансовые элите придется туго. Что мы сегодня и видим. И в результате началась с Клука. Я не буду сейчас... Ну да, да, да. Ротшильд, Рокфеллер и прочее. Но смысл следующий. Есть уже сегодня даже не две уже, а три команды, которые между собой воюют. Очень смешно, что у нас, соответственно, идет драка, потому что две из этих трех команд, каждая ставит на свою группу в России. Ну это естественно, а как же? И в результате, соответственно, впервые там где-то с конца 90-х наша элита раскололась. Мы и видим, что началось это все с болотного процесса как раз в 11-м году. Вот откуда говорится. Потому что болотный процесс это атака одной группы, одной группировки элитной против другой. Ну а дальше как бы там пошло раз, два, три, четыре, пять. Значит, последнее, что было, это вот калийное дело. Вот, ну и так далее. А это внутрироссийские разборки. А вовсе как бы Лукашенко тут исполнитель. Ну это понятно. Вот. А соответственно, как следствие, вопрос-то, кто выживет. Поэтому драться будут отчаянно. Вы знаете, я почему спросил вас? Потому что у меня возникает ощущение, что американцы сейчас хотят монополизировать все нефтеносные районы, для того, чтобы потом обрушить единственное, на чем строится наша экономика. Нет, они, блин, во-первых, не нужно как бы, кто мы такие. Несколько лет тому назад китайцы в рамках своего правописания слова «Россия» отобрали у нас приставку «го», что значит «держава». Большой брат. Ну да бог с ним. Мы перестали быть державой. Нет, это демонстрация нашего реального положения в мире. Вот маневры пресловутые на Дальнем Востоке, которые произошли, они продемонстрировали, что мы сегодня не можем, я даже не уверен, что мы можем быстро перебросить дивизию. Ну можем, на самом деле. Нет у меня такой уверенности. Что-нибудь да не получится, да? Либо, соответственно, горючего не будет для самолетов, либо самолеты не взлетят, либо, соответственно, они прилетят, а у людей кормить будет нечем, либо еще чего-нибудь в этом роде. И это как бы реальная проблема. То есть армии у нас уже нет. Страна, у которой нет армии, авторитетом пользоваться нет. У нас вон танки ездят. Где это они ездят? А Красная площадь, знаете, какие красивые были? Ну, в Буграде, кому интересно. Не могут ездить по Красной площади сколько угодно. Воевать они могут? Ну, я не спрашиваю. Ну вот, воевать. А почему тогда, вот я слышу какие-то альтернативные вещи, что да, могут, что да, есть дееспособная армия? Дееспособной армии нет. Может быть, есть очень маленькие части, которые могут решать очень узкие задачи. Тут я просто не знаю. Но в целом армии у нас нет. Михаил, а мы уже возвращаемся к истокам. Понятно, что вначале был... У нас всегда есть, скажем так, пути падения, потом взлета. Я пока... Мы продолжаем падать, и никакого, соответственно, взлета я не вижу. Экономика у нас сокращается. С бюджетом мы сами видим, что происходит. Когда уже начинают говорить о секвестре... Ну да. Вот, вы поймите. Сейчас, одну секунду, одну секунду, прямо, извините. Мистер Старк, для чего вы вообще собрали пресс-конференцию? Я хочу сказать всему миру одну очень важную вещь. И что же это за вещь, Тони? Слушайте полкино на маяке. О новинках мирового кинематографа. Полкино. Каждую пятницу в 21.00. Радиоманьяк. Ни имени Батиновой и Тихомировой. Мы понимаем, что тут все доходят Михаил Хазин, экономист. Мы прервались на самом интересном месте. Да, секвестрируется бюджет. А что будет дальше? Знаете, в нашей стране... Всегда причем. Было принципиально... Да, собственно, и не только в нашей. Было принципиально важно не то, никакие умные слова говорят чиновники. А то употребляют они или не... Они начинают они употреблять некоторые слова или не начинают. Вот как только мы слышим... Обращаю внимание, слово спад они вообще никогда не говорят. Но у нас, да, нет этого. Вот, они говорят, ну, в таком самом худшем случае, темпы роста становятся отрицательными. Еще лучше падение темпов роста. Но вот как только они начинают говорить слово секвестр... Кстати, я обращаю ваше внимание, последние несколько месяцев в мях появилось слово дефолт. Которого до этого больше десяти лет вообще не было. Ну да, мы его высеркнули. Да. Значит, это тоже не просто так. То есть, на самом деле, это вот ощущение, что все много хуже, чем некоторые говорят. Михаил, давайте не будем... Я не буду влезать в детали, потому что это, ну, во-первых, у нас времени нет. А во-вторых, это бессмысленно любой нормальный человек, он как бы всех этих деталей не знает и не понимает. А вот, соответственно, ощущение общее у всех есть. И все видят, что жизнь становится все хуже и хуже. Вот основная проблема современной жизни состоит в том, что ближайшие годы, не месяца, не два, а годы, может быть, там, 8-10 лет, у нас каждый следующий год будет хуже предыдущего, если будет продолжаться эта политика. Теоретически, мы можем выйти на траекторию роста, более-менее постоянную, но для этого надо радикально изменить экономическую политику, на что нынешнее правительство, в принципе, не способно. А вот смотрите, Михаил, у меня один маленький вопрос. Вот вы говорите о том, что наша страна никому не нужна. Ну, в принципе, она сейчас уже не игрок на мировом рынке. А с другой стороны, у нас есть огромные финансовые ресурсы. У СБР, Банк, у других. Где вы имеете эти ресурсы? Ну, вспомните историю, например, когда мы хотели выкупить завод «Опель». Не дали ведь. Нам сказали «Гуляй, Вася». Да. Но это говорит об авторитете нашей страны. Пришел какой-то бродяга и говорит «Я хочу поиграть с серьезными дядями в серьезные игры». Ему сказали «Гуляй, Вася». Вот так нам сказали? Ну да, так и сказали. Это как раз говорит о том, что авторитета нет вообще никакого. Китая, между прочим, которого боятся куда больше, не смогли запретить купить. Он там купил СААПы. Ну, СААПы, Вольва они купили. Все купили. Ну, все. Китай пришел и сказал «Я хочу». Точка. А кто у нас скажет «Я хочу». А может быть, это мировой заговор? Может быть, просто нас не подпускают к этому? Еще раз повторяю. Значит, пускают, не пускают. Вы поводите там Сталину, скажите «Я вас не пускаю». Вот и я про то же. Это, повторяю еще раз, это авторитет. Это роль нашей страны в мире. Что там говорят эти ребята, члены G7, G8? Нет никакого G8. Иногда на некоторые заседания G7 мы пускаем представителей России. Михаил, но с другой стороны, я понимаю, что мы все хотим экономического роста. Мы все хотим движения. Но в нашей стране нельзя делать никаких резких толчков в ту или иную сторону. Значит, все заканчивается. У нас все толчки резкие. Я не понимаю, значит, нельзя. Это как бы... Вот это начинается демагогия. Знаете, вот как бы... Как это называется? Семейная сцена. Да, вот как бы во всех, там, в большом количестве анекдотов обыгрывается, что там жена говорит, у меня голова болит. Да. А тут, значит, вот жена говорит, вот вчера не мог, позавчера не мог, сегодня не можешь. Ну, знаешь, позавчера у меня там было то-то, вчера было то-то, то-то. Ну, хорошо, это, да, значит, у тебя там какие-то все время сложности. Я вот пойду к соседу Васе, у которого нет никаких сложностей. Понимаете, вот или вы делаете результат, и никому не рассказываете о вашей сложности. Либо вы ссылаетесь на сложности, и тогда, соответственно, все идут. Смотрите, Михаил, просто сейчас я вот напряженную думу, если у нас тут так все не очень хорошо, то может быть правильно, что наши россияне берут кредиты? Если все навернется, все и навернется, и с некого будет спрашивать, и некого будет спрашивать. Я не очень понимаю. Дело в том, что одно дело, когда все навернулось, и при этом вы никому ничего не должны, а совсем другое дело, когда к вам приходят разные люди и говорят, смотрите-ка. То есть они останутся? Смотрите-ка, а у вас тут, смотрите, сервант стоит, или у вас, собственно, вы в квартире живете, ну-ка, давайте-ка. А сами говорят, а нам какое дело? Нас это не волнует, это не наше дело. Вы этого, вы это предлагаете? Нет, я не предлагаю. Ну как это? Михаил, давайте, у нас осталось немного времени, давайте дадим хотя бы чуть-чуть позитива, потому что... Я в деревне в Голос-Харатовке все-таки, все, ребят, я вот сидела, молчала, и я действительно не хочу даже вот вообще во всем этом участвовать. Сиди и молчай. Я хочу в деревне в Голос-Харатовке. На самом деле, я тут еще, как сказать, мне вот, кто будет виноват? Да, еще одна очень интересная тема. Это очень важная тема. Да, ну, как бы, на самом деле, вот на Западе уже понятно, кто будет виноват. Да, всегда, когда все понимают, ну, власть, власть имущие, понимают, что будут, соответственно, бить кого-то, то надо людям сразу предъявить тех, кого не жалко. Вот кто у нас бегает по улицам в перьях, там еще в чем-то. Этих не жалко. Вот этих и будут бить, да, вот их не жалко, да, вот, поэтому, когда нам... Ну, как раньше, бей жидов, спасай Россию, теперь немножко виды. Нет, а вы жидов-то найдите, да, это как, раньше там было поэтам, с пейсами ходили, еще что-то, как вы... Паспорт был, опять-таки. Как вы их поймете, да, графы национальность в паспорте, нет, сложно, да, вот, а потом, как бы, все настоящие евреи сидят в Израиле и работают. А эти, как, вот нет, бить будут банкиров, да, они, конечно, частично пересекаются с евреями, бить будут этих, которые в гей-парадах участвуют, да, вот, которые... А нефига было. Ну, а нефига, внучку, если ты, как бы, специально изображаешь, что ты не такой, как все, демонстративно... Нарываешься. Ну, ты нарываешься, да, в условиях кризиса, ну, будут тебя бить, а куда деваться еще? Надо же кого-то на ком-то сезарматься. Кого-то надо бить, да, вот, и я думаю, что в некоторых местах будут бить негров, ну, вот, арабов в Израиле. Ну, то есть понятно. Ну, как всегда скатывается сегодня. Ну, как всегда, да, но это, еще раз говорю, это не шутка, да? Нет, нет, я понимаю, что это не шутка, я понимаю, насколько экономически, скажем так, и даже наши маленькие микро- и макрокредиты могут повлиять на жизнь в мире. Это я вдруг подумал о микрокосмосе и макро. Мы не можем повлиять на жизнь в мире, да, мы вписались в модель, которая в мире, это была глупость большая, Да, но теперь мы, соответственно, пожинаем все те проблемы, которые у нас... Михаил, ну, жить в Советском Союзе, мне кажется, была еще большая глупость. Ну, да, конечно. У нас только в СССР было все замечательно. Но это было только вот на одной шестой части суши. Ну, это верно. И пока были железные границы и занавесы. Нет, железный занавес там, это вещь такая сложная, потому что не мы его повесили, а товарищ Черчилль в 46-м году. Вот, и если вы знаете, что одна из составных частей плана Маршалла запрещала европейским компаниям западным поддерживать экономические отношения с СССР. То есть там было... Они повесили железный занавес. Михаил, у нас просто уже... Водик взахнул, да? Да, у нас приходится прощаться с вами. На самом деле, огромное спасибо. Продекончился на его успех. Да, может, там придет еще? Ну, ты, по-теопечному. А вы знаете, что? Мы будем просто... Михаил, Михаил был у нас угостил. Спасибо вам большое. На выход.